всем привет сегодня 1 октября 22 градуса тепла моя подруга отправила мне какой-то швейный подарок я сейчас иду на почту его забирать и посмотрим что там такое интересное что за сюрприз девочка классно одета ну что же давайте посмотрим что там подругу мою зовут аня у нее она хорошо шьет какое чудо по расцветке видно что это детям это новый молодой бренд комоди home wear то есть одежда для дома ухты и как упаковано ребята посмотрите а типа подушкой знаете так по-домашнему слушайте очень красиво футболочка и штанишки круто ребята по моему у нее есть все шансы на победу молодец так это наверно артемка так готовы наконец Eliot cởка так что не длинное но после стирки все чуть подсидит что не длина но после стиркиوب ASCII подсидит и они потому что episodes from the делать как будто мы видим с подшелками так что они длинные но после стирки все чуть чуть подсядет настолькоLOка Дети, вам нравится? Да! Комфортно? Да! Будете в этом спать? Да! Идем в магазин Швейный мир. Хочу посмотреть себе иглу. Двойную иглу для тракотажа. Я возьму, наверное, вот это попробую. А потом приду еще. Пожалуйста. И она не оставляет ласы, да? Совершенно верно. Она, соответственно, и бережет поверхность утюга, потому что если это пуговицы, застежки, кнопки, они царапают поверхность. Пар проходит и, соответственно, вы не оставляете на деликатных тканях. Она подходит для... Абсолютно любых моделей бытовых утюгов. Так, я напечатала один лист цветной. Но потом посмотрела, что, скорее всего, у меня может быть не совпадение. Поэтому я напечатала в черно-белом. Сейчас вот сяду здесь на лавочке. Пока дети гуляют, буду вырезать. Сделаю макет из черно-белой. И потом, если у меня все совпадет, пойду и напечатаю уже на цветном. При помощи цветового круга хочу добавить цвета в свой гардероб, в свои швейные проекты. Мне это интересно. Это что-то новенькое. Тем более я обратила внимание, что мои образы слегка бледноваты. И вот как раз цвета и не хватает. Оказалось, все намного проще. Вам нужен круг из 12 цветов. И вот такой вот круг. Ну, как вот здесь. Я просто нарисовала свой. Где можно увидеть треугольник равносторонний, потом вытянутый треугольник, квадрат и прямоугольник. Купила люверс. И вот мне нужно сейчас этот люверс установить. Ну, конечно, в идеале можно пойти и установить в мастерской. Но это надо туда пойти. А я не дойду. Поэтому буду делать сама. Вот такая штука получилась. Вот так она крутится. Теперь мне предстоит освоить метод комбинирования цветов в одежде. Да, и напоследок хотела показать. Кто смотрел видео про манекен, мне прислали девочки отзывы и фотографии. Парочку. Так, Катя Ветрова. Я думаю, вы знаете. Она тоже ведет канал на YouTube. Вот она пишет, что ее муж решил на простой манекен из свадебного салона. Она пенит, где не хватает, и потом срезать. Пока не получится реальная Катя. Так он и стоит с огромным пенным задом и воткнутым в него ножом. Пишет Наталья Попова, что мы с сестрой посмотрели ваше первое видео сделать манекен сначала ей. Не совсем поняли, почему, но форму после наполнения пены расперла не очень правильно. Да, все верно. Он как бы, пена расширяется во все стороны одинаково. Естественно, мы же не можем со всех сторон быть одинаковыми. И тут есть, в этом есть с пеной сложность. И в итоге мы реально превратились в скульпторов. Так как после пришлось пену срезать, а где-то мы наоборот гипсом наращивали объемы. Практически лепили. Получилось здорово. Я зашла в инстаграм, нашла эту фотографию. Вы сейчас видите на экране. Получилось просто реально здорово. А вот потом с использованием гипса решили сделать манекен мне, ну то есть Наташе. Но у нее размер одежды 50 в отличие у сестры, которая 42. Со скотчем на мне дело не пошло. Слишком большие объемы. Это для меня было удивлением и новостью. Вот я буду знать и кто смотрит, тоже будут знать. Нужно было что-то пожестче. Мы разводили гипс, накладывали его на бинты. Жалко, мы не делали это до того, как вышло это ваше видео про манекен, который я делаю гипсом. Жаль, конечно. Если мы догадались делать половинками, троеточие. В общем, получился монстр. Слегка похоже на вашу первую гипсовую форму. Ну, первый этап, Наташа, вы же прошли. И, значит, второй уже будет намного легче. Поверьте мне, вы даже получите удовольствие от этого. Ничего не вышло. Я все еще хочу себе манекен. Но, зная точно, чего ждать от процесса, теперь не уверена, что скоро решусь. Блин, у вас есть такая крутая сестра. Вы не можете не решиться. Так что, Наташа, дерзайте. Так, и мне еще написала прекрасная девушка Ева. Она написала, что ей помогал муж, и у нее был способ очищения, ну, то есть скотч и пена, как в первом ее манекене. И поэтому они справились в квартире. В отличие от того, когда гипс, то все-таки, конечно, в квартире, ну, придется много мыть. Можно сделать, но придется много-долго мыть. Я ей прошу, бросьте мне фото. И она мне отправляет ссылочку на блог. Я вот его открываю и понимаю, что манекен Ева был прототипом для моего манекена. Спасибо всем огромное за отзывы. На самом деле, я долго решалась загрузить видео про манекен. Субтитры сделал DimaTorzok